Спасибо большое за вашу вчерашнюю позицию на прямой линии, что срок 14 лет по экономическим статьям – это перебор. Мне, после ваших слов, не знаю, может они вам не дозвонились, но мне несколько человек позвонило и сказало, что это прямо… А уж людям это откликнулось. Спасибо большое. И, знаете, будем работать весеннюю сессию. То есть сидеть 14 лет никто не хочет. Нет, но и нарушать не хотят. Да, вот лучше не нарушать. И, чтобы вы это понимаете, тоже всех очень порадовало. Очень нарушать. В эту же тему мы с вами обсуждали год назад, в феврале, наш законопроект о повышении порогов ущерба по экономическим статьям. Пороги, по которым из административного наказания переводятся в уголовное. Спасибо большое. После того, как вы письмо расписали, при поддержке Совета безопасности правительство пошло навстречу, согласовало. Мы это в Госдуму ввести, вот уже в первом чтении в этом году приняли. Теперь осталось во втором, третьем. Но это уже работа. Уже сами исправимся. Да, уже? Спасибо большое. Также в феврале вы одобрили расширение нашей образовательной программы «Я в деле». Правительство добавило финансирование. После этого в вузы, раньше было 295 вузов, после этого стало 455. То есть сразу интерес больше к этому возник. И в этом году закончился четвёртый сезон. Обучили 90 тысяч студентов трёх-четырёхмесячным курсом основам предпринимательства и увлекли в программу ещё около столько же тысяч школьников, но больше как профориентация. То есть, ну, чтобы человека увлечь, показать, ещё ему пока рано, уже кассу ставить рано пока. И главное, конечно, богатство – это то, что две тысячи наставников за эти два года уже эту программу для других студентов и для школьников ведут. И сейчас подготовили ещё три тысячи наставников на следующий год. И я считаю, что тоже наш код наставников – тоже важный результат. Потому что люди, которые не только сами сделают что-то хорошее для страны, для своего региона, но и других этому учат, это, наверное, и есть деятельный патриотизм. Не только чувства и разговоры, но и конкретность. Очень радует. При этом 9 тысяч выпускников начали свои проекты и стартапы. Конечно, это в основном такая, то, что называется, школка, то есть начинающая. Но есть несколько серьёзных проектов, либо с сильными командами, с хорошими вузами, в сфере новых технологий. И видно, что там уже стартовый капитал через друзей не соберёшь. Чтобы помочь таким технологическим предпринимателям, весной внесён законопроект о льготах для венчурных инвесторов. Тогда и большие компании будут смелее вкладывать в стартапы, и предпринимателям будет легче инвестиции привлекать. Несколько месяцев обсуждали с правительством, с экспертом, и полгода, если честно. Пришли к компромиссу. Даже Антон Георгиевич Силанов в конце концов уже согласился. Сдался. Да, что, конечно, важно. Каждый рубль, который в российский стартап вложен, будет возвращаться из уплаченных налогов в ту компанию, которую это профинансировал. Такой порядок уже действует для отечественного программного обеспечения. И пора применить её к тем, кто превращает технологию в новые продукты и в сервисы. Поскольку у нас партия краткая и проконкретная, то позвольте я вас вовлеку в срочную историю. В этом году правительство повысило утилизационный сбор на автомобили. Это очень правильная мера, без сомнений, потому что это мы с перекупщиками боремся, и отечественное производство автомобилей поддерживаем. Но возник казус конкретно в моменте. Мы получили несколько десятков обращений, и есть люди, которые пострадали в этот переходный период ведения этого утилизационного сбора. Они купили машину в ближайшем зарубежье, например, в Киргизии, Армении. Вот маленький пример. К нам обратилась семья, 4 года они копили на машину из Подмосковья, но цены осенью поднялись, и они решили купить за рубежом. И в момент покупки сбор был 5 тысяч рублей за машину, а сейчас им нужно заплатить уже 528 тысяч рублей. Поэтому прямо письмо я вам их передал. Таких людей несколько тысяч. А на момент покупки? Был 5 тысяч. Был 5 тысяч. Так обвозили, на моменты подняли эту историю. Они машину заказали до ведения новых правил, а утилизационный сбор повысили, пока машина была в пути. То есть, по сути, получается, задним числом повышение. И люди, конечно, не знают, что такие правила разрабатываются. При этом в целом, что утилизационный сбор повысили, каких-то сомнений нет. То есть народ это не заражает. Но вот те, кто попали в этот переходный период, они такие чуть-чуть растерянные. Закон обратной силы не имеет, поэтому надо подумать, конечно. Как юристы. Я тоже считаю, что было бы здорово, чтобы мы пошли на встречу и сделать переходный период, например, до января, до первого. Это нужно октябрь, ноябрь, декабрь. Это очень коротенький отрезок времени. Чтобы те, кто уже ввёз машину, заплатили по старому тарифу эти сборы. Письмо я вашу приёмную передал и от нас, и, собственно, одну из них приложил. Вот, и вот, собственно, всё. Я думаю, что я... Спасибо большое. Спасибо, что обратили на это внимание. Закон обратной силы не имеет, и поэтому, если самая сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать и на дополнительном. Комитет по Госдуме промышленности поддерживает, все фракции это знают. Хорошо.